здравствуйте друзья соратники все вы прекрасно знаете это здание но если кто не знает то расскажу что это здание находится в омске на улице ленина дом 3 это государственный музей изобразительных искусств имени врубеля так вот это фотография вот этого здания в таком виде ну или в таком наделала много шума кого-то вдохновила на поиски кто-то задумался но равнодушным я не знаю кто остался в виде это вот то что вижу сейчас я что же на самом деле мы тут видим закопанный первый этаж в общем то про это было сказано уже довольно таки много про то что окна заложены двери заложены первый этаж закопан вот кое-где остались дверные петли скажу прямо что вот все вот эти фотографии отлично я взял от с этого сайта ссылочка потом вам приведу в описании под видео я не знаю как эти фотографии попали на этот сайт ну кто-то сфотографировал там опубликовал это не суть важно отлично я взял некоторые фотографии отсюда вот на этом сайте тут рассказывается собственно о том что это за первый этаж такой и о ремонте вот этого здания но я вам все зачитывать не буду лишь приведу маленькую такую ремарочку что согласно официальной версии здание было построено 911 по 914 годы и вот 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 этот вот засыпанный первый этаж это якобы было специально так построена то есть это подвал потом с точки зрения официальной истории подчеркиваю это подвал и здесь вокруг здания была такая аллея где ездили лошади с телегой а сверху были накрыта решетка ну это такова точка зрения официальной истории другой вопрос что если тут была аллея почему потом ее засыпали она этот вопрос как бы плавно перечет к тому о чем я буду рассказывать дальше саму ссылочку повторюсь я оставлю под видео вы почитаете что здесь написано по моему лишь глубокому убеждению что в 911-914 годах это здание было не построено просто реконструировано вполне возможно что действительно было в то время построена здесь эта аллея но здание вряд ли было построено в это время скорее всего оно было просто отремонтировано или как-то переделал так вот все мы знаем прекрасно эти фотографии видели для кого-то они стали отправным моментом чтобы начать поиски начать свои расследования но теперь друзья мои у меня к вам вопрос а вы знаете что с этим зданием стало сейчас после того как вот этот ремонт был закончен а вот я вам покажу смотрите сами вот оно оно это здание во всей красе съемка была сделана 17 июля 2017 года я сразу извиняюсь за качество съемки снимал не я снимали мои знакомые из омска если кто не знает я самый стул и поэтому сразу прошу извини за качество съемки но вот суть вы можете здесь увидеть что мы здесь видим мы здесь видим то что тот этаж который был откопан во время реставрации его закопали обратно просто взяли и засыпали чтобы не привлекал внимание чтобы не задавать лишних вопросов это конечно гораздо проще зачем тратиться тратить деньги на постройку аллеи вокруг этого цокольного этажа потом давать не ответы на неудобные вопросы вот так вот история у нас и скрывается так историю нас и воруется и так вот мы забываем о том кто мы и откуда просто засыпали неудобный первый этаж это все равно как в свое время петр первый вел католическое летоисчисление и вместо 7208 года от сотворения мира в звездном храме наступил 1700 год от рождества хреста кстати друзья прошу не путать это летоисчисление которое он только что назвал с византийским которые считали от сотворения мира и вот на этом фраза их заканчивалась византийское летоисчисление оно имеется ввиду от адама и новый год там отмечается в сентябре славянское летоисчисление отмечается новый год 1 марта отмечался так как с весной в славянском поверье начинался новый год начиналось пробуждение природы и прочее прочее и вот именно вот это славянское летоисчисление 7208 год от сотворения мира в звездном храме вот это летоисчисление было заменено Петром первым в последнее время вот эти последние два слова в звездном храме они старательно замалчиваются и тем кто что-то там пытается выяснять подсовывается понимание византийского летоисчисления где календари в общем-то во многом схожи но все-таки разница принципиальная между ними то есть идет на лицо подмена понятий и вот Петр первый как раз своим указом в 7208 году от сотворения мира в звездном храме установил 1700 год от рождества христова таким образом выкинув 5000 лет истории нашей страны нашего народа и вот сейчас мы что видим мы видим то же самое историю просто взяли и засыпали нету больше цокольного этажа первого этажа это трехэтажное здание вот этот музей Врубеля каким бы он раньше зданием не был чему бы не служил это трехэтажное здание но сейчас мы видим два этажа третий этаж засыпан более того засыпан таким образом что если вот вы обратите внимание дальше на фотографиях особенно будет видно даже с небольшой горочкой присыпали чтобы не было лишних вопросов ну собственно комментарий как говорится здесь излишне так у нас воруют историю и поэтому нам надо искать ее более тщательно и более тщательно биться с тем чтобы история осталась достоянием людей а теперь друзья мои посмотрите немного фотографий спасибо за внимание спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!